вот такая ручка можно сказать специальная рисовальная перышко я чуть-чуть подточу чтобы можно было делать широкие штрихи а что мне здесь больше всего нравится вот такой шикарный поршень с большим-большим объемом чернила вот главное преимущество из-за которого я опять потратился на 750 рублей ну вот позволяю себе такие капризы и подарки не часто ну что начнем ее заправлять чернила я взял какие-то в магазине меня часто спрашивают какими чернилами пользуюсь и берут какие есть ими пользуюсь вот в магазине взял причем называется универсальные я спросил в чем смысл универсальности этих чернил продавцы естественно толком объяснить не смогли но попытались там где-то что-то спецификациях вычитать и сказали что это чтобы одновременно можно было и макать и заполнять ручку то есть типа макать писать ну я не думаю что в этом смысле универсальности мне так кажется что универсальность заключается но я думал что универсально они и должны быть универсальны то есть чтобы можно было ими в маркеры заправлять чтобы можно было в принтеры заправлять, писать, в ручки. Короче, универсальные, они и должны быть универсальные. Но всё-таки в маркерах там своя специфика. А вот эти чернила мы проверим. Меня это больше всего интересует. Вот какая красота получилась. Вот. Меня-то больше всего интересует. Чёрт побери! Ёлки-палки! Я же синие чернила купил. Вроде выбирал, выбирал, а купил синие. Ну и что мне теперь с ними делать? Ну, конечно, буду менять. Ну, в смысле, я имею в виду здесь в ручке на чёрные. А сейчас вот невольно заправил синими. Это я вот так ошибся. Ну, ладно, вот заправили. Посмотрим, что из этого получится. И как будет рисовать наша новая ручка. Жаль, не получится это сделать родным цветом. Чёрный всё-таки мне нужен цвет. Они этот самый... Ну, синий. Ну, недолюбливаю я синий цвет. Чего там говорить? Да. Ну, конечно. Да ещё и они какие-то блекные, эти чернила синие. Ай-яй-яй. Ну, что, тестирование не произошло. Поскольку заправлять надо чёрными чернилами. Ну, сейчас пойду опять в магазине куплю чёрные. Эти вылью. Ну, что, я, кажется, ожил немножко после более чем двух недельной болезни. Сегодня вышел в город уже так более-менее нормально. Кожу гуляю. Правда, дождик. Ну, что, будем сейчас тестировать, как вам обещала коровка, новую ручку. Чернила вот чёрные всё-таки нашёл. И многие спрашивают, какими чернилами я пользуюсь. Я отвечаю, что те, которые есть. А есть либо растворимые, либо нерастворимые. Сегодня в основном поддаются те, которые нерастворимые. То есть, после того, как нарисуешь, и они высохнут, то они уже больше не растворяются водой. Я вот заметил такую тенденцию. Я не знаю, какие эти чернила конкретно. Будут растворяться? Будут растворяться. Я в этом найду положительное качество. Не будут растворяться. В этом тоже будет положительное качество. Так или иначе, вот сейчас мы будем эту новую ручку заправлять, а потом попробуем ей порисовать прямо тут, так сказать, в прямом эфире. Чем меня привлекла эта ручка? Что у нее все такое пластиковое, прозрачное. А самое главное, великолепный поршень с огромным-огромным объемом для чернил. Ну вот. Ну, перо достаточно тугое. Нажим почти не работает, хотя есть нажим, да? Ну, я думаю, ручка будет служить нормально. Правда, чернила какие-то блеклые. Второй недостаток, когда одеваешь вот сюда, нечаянно я сейчас повернул, да? Ага. То поршень двигается. То есть, не надо забывать, что нельзя вращать вот этот вот одетый колпачок уже. Вот можно только снимать. Если его повернуть, то она капает. Ну, ладно. В общем, мне все пока нравится. Чернила блеклые какие-то. Ну, это тоже будем решать вопрос, да? Перо достаточно тугое. А вот и перестало писать. Ну, вот. Ну, будем решать вопрос, да? Я все-таки думал, что для такой цены ручка будет идеальная. Однако, нет. Идеала не получилось. Вот. Ну, как говорится, будем надеяться, что она распишется. Вот у нас есть коробка. Попробуем ее нарисовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну вот, я подточил перышко у этой ручки, купленной вчера, аж за 750 рублей. Ну что делать? Вот, позволяю себе такие игрушки. Вот, и к удивлению, очень легко и быстро ее настроил. Сейчас я вкратце расскажу, что я сделал и вот про мои предыдущие ручки. Итак, вот я купил китайскую ручку, она мне понравилась, она такая толстенькая, но самое главное, у нее, во-первых, завинчивающийся колпачок, что классический, нравится мне и удобно. Второе. Очень большой резервуар для чернил. И поршень. Вот с помощью вот этого вот поршня, он двигается во всю длину. Я уже набрал новые чернила сюда. Вот эти чернила, которые я вчера купил в магазине, ну мне не понравились, я не знаю, может быть я их плохо взбалтывал, может быть еще что-то, но они мне показались жидкими. А вот те чернила, которые я давно как-то покупал, у меня несколько бутыльков, чернила черные, просто написано черные, да. Вот они мне очень нравятся, они действительно черные, они не жидкие и не смываемые, между прочим. То есть сначала можно рисовать. Короче, что вот здесь произошло с этим перышком. Вот есть вот такая вот алмазная, алмазный брусок. Перо у ручки, если смотреть вот так вот в профиль, да, в увеличенном виде, имеет вот такой вот вид. Вот здесь вот шишечка. Ну и потом пошло перо само, да. Здесь оно вставляется, а там для чернила такая вот подставочка сзади. Вот у пера есть вот такая вот шишечка, да. Так вот я эту, если увеличивать еще больше, вот так вот, я эту шишечку вот так вот стачиваю. Вот верхняя часть. Вот на таком брусочке. Я вот так вот потер, потер, потер. Это мне очень, это почему-то очень сегодня быстро и удачно получилось, что меня радует. Обычно на это уходит много времени. И я в результате получил возможность рисовать так и перевернув перо вот таким вот образом. Обратной стороной я теперь имею возможность рисовать разные вот такие вот линии, вплоть до того, что вот такие широкие. В принципе, вот это, если перышко, вот это вот, оно сейчас, сейчас оно прямое, да. Если его чуть-чуть загнуть вот таким вот образом, вот так вот, вот как это сделано на моей старой ручке, вот у моей старой ручки это сделано именно так, то в общем-то вот эти вот линии, они делаются более осмысленно. А сейчас пока здесь слишком плоская плоскость. Но я думаю, либо я приспособлюсь, либо я потом все-таки его чуть-чуть подогну. Я просто это боюсь делать, потому что вот именно вот этот сам изгиб пера, когда физически это насильно делаешь, то очень много портит. И я боюсь его испортить. Пока что меня, в общем-то, устраивает вот именно вот такой вот штрих. Поэтому я пока оставлю. Возможно, я его потом со временем чуть-чуть вот так вот подогну. Вот. Ну, так или иначе, сегодня у меня есть возможность, смотрите, рисовать нормально, как Перо пишет, да. Потом перевернув его тут же, да. За счет того, что мы вот здесь вот срезали, здесь появляется острая кромка. Поэтому появляется возможность сделать вообще волосяные линии. Вообще волосяные, перевернув. Так вот не получится практически. А вот так вот перевернув, получается сделать волосяные линии. И меняя наклон пера, больше, 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 мы получаем возможность сделать разные штрихи. Таким образом, Перо превращается в интересный инструмент, который что-то среднее между кистью и Перо. Почему мне это нравится? Я, конечно, привык писать с опорой на плоскость. Кисть, вот брашпен у меня, да, который мне тоже очень нравится, он все-таки заставляет держать кисть по-китайски, скажем так, да, вот таким вот образом. И совершенно нет опоры. Это совсем другая манера. Я так тоже умею рисовать, но вот мне привычнее и больше нравится проводить такие линии. Я все-таки архитектор, я ближе к чертежнику, хотя я избавляюсь от этих прямых линий. Но так или иначе, мне это дает возможность опираться. Опираться и чувствовать, вот чувствовать кончиком пера, вот мне вот это нравится, чувствовать кончиком пера, чувствовать кончиком карандаша, материал. То есть я работаю вот с материалом, вот это вот ощущение материала, соприкосновения пишущего и плоскости, вот их соприкосновение между собой, давление сильнее, меньше, больше. Возможность, ну, во-первых, и привычка еще, и во-вторых, вот эти возможности, они мне вот нравятся. Поэтому вот перо для меня является идеальным вариантом. Вот сейчас у меня это перо, эта ручка, я надеюсь, ну, как бы будет достойной заменой моей вот этой полусамодельной ручки. Она, собственно, сделана, вот эта полусамодельная ручка, сделана была у меня из авторучки обычной. Это часть от авторучки, от обычной, школьной, дешевой какой-то авторучки. Ну, вот она мне служит и мне очень нравится. Вот. И вот этот резервуар полиэтиленовый от брашмена, от какого-то, да, я сообразил здесь, сделал переходник, резьбовой переходник, да, и таким образом сделал вот этот полиэтиленовый. И если вы видели, когда я рисовал, да, то когда мне надо было получить чернила сюда, или они заканчивались, или подсыхали, то я вот капал, нажимая на это самое, и получал. И она у меня точно так же заточена, вот, ну, всё-таки трудно расстаться, я, наверное, её как запасную буду носить. Вот. Сейчас у меня для этого есть вот такая ручка с таким вот пером и с таким поршнем, и я думаю, что она будет мне достойной новой заменой, новой игрушкой. Чуть-чуть привыкну больше к ней. Вот. К тому же, вот этот запас чернил, это ещё плюс ко всему, и запас чернил для рисования кисточкой, да. Я ведь помимо того, что пером, я часто просто рисую кисточкой, использую там воду, например. Вот. И таким образом у меня рисунок тушью, так называемый. Ну, сейчас это уже не тушь, сейчас это уже чернила. Вот. Достаточно многообразен. Я пользуюсь таким образом пером, кистью и обычной кистью. Это для таких вот перьевых рисунков. Ну что, сейчас пойдём на улицу, будем рисовать в разной технике, в разной манере, и там я продемонстрирую, как будет у меня работать эта ручка. Вот. Тем более, что коровка обещала тоже мне помогать. Вот тебе, коровка, новая ручка. Будешь ей теперь рисовать, радуйся, коровка. Вот. Всем до свидания. Ну, вернее, всем здрасте, с добрым утром. Всем, всем, всем с добрым утром. Вот. Мы пошли рисовать. Так вот. Скажи, до свидания, до свидания.